друзья всем привет сегодня 12 октября 2020 года завершилась дневная торговая сессия на московской бирже и мы начинаем сегодняшний обзор рассмотрим сегодня 10 эмитентов нашего торгового плана по которым произошли основные изменения и так сегодня у нас по трем эмитентам были отработаны уровни покупок и по 7 компаниям были изменения в части формирования новых торговых уровней давайте по порядку рассмотрим по каждому из них пройдемся и посмотрим что с ними произошло за сегодняшний день первая акция нашего обзора это тгк-1 и сегодня был отработан часовой уровень покупок 00107 в результате чего у нас на сегодняшний день остается не отработанными на этой неделе 2 ближайших часовых уровней это 00104 30 и 0010166 вот этот верхний уровень который был сегодня протестирован я также докупил в мой портфель заявка была отработана по цене 00106 86 то есть чуть ниже благодаря тому что был отложенный ордер и он уже получается на вот этом движении вниз сработал по той лучшей цене которая смогла исполнить который смог исполнить брокер по моей отложенной заявке переходим дальше получать что под тгк у нас ближайшие на эту неделю 2 на часовых уровня которые также можно будет добирать и учитывая что бумага торгуется в нижней трендовой линии восходящего дневного канала уже в ближайшее время я жду отбой вот этой нижней трендовой линии и ближайшее время можно увидеть рост по данной бумаге на сегодняшний день пока мы торгуемся как я указывал вчерашнем недельном обзоре в нижней в нисходящем тренде поскольку у нас до сих пор не пробита ключевое сопротивление 0 0 1 38 46 после пробоя данного сопротивления можно будет рассчитывать на последующий рост с ближайшей целью это средняя линия канала 0 0 1 67 и дальше уже откроется перспектива походу наверх пока ждем собираем часовые уровни которые дают и на отбое уже будем смотреть что дальше происходит и корректировать наш торговый план далее сегодня также были отработаны уровне по компании тиньков здесь у нас был отработан часовой уровень 1909 60 и на данный момент у нас остается актуальным для покупок ближайший часовой уровень 1868 80 его также заблаговременно нужно выставлять заявки в торговом плане в терминалах и ниже уже также если будет отработан вот этот уровень 1868 80 там уже дальше открывается перспектива теста нижнего часовика ранее не отработанного 1687 20 бумага продолжая техническую коррекцию как я уже ранее отмечал поскольку мы отбились от верхней трендовой линии восходящего дневного канала и продолжаем коррекцию с ближайшей целью это средняя линия канала в район 1700 ну и может быть чуть ниже куда то мы там можем сходить пока же ближайшие перспективы этой коррекции я рассматриваю где-то 1700 в результате нужно учитывать что в этом диапазоне у нас могут быть отработано два часовика это 1868 80 и 1687 20 среднесрочная бумага торгуется в восходящем тренде с сохранением поддержки дневной на отметке 808 40 далее сегодня также были отработаны часовики по акции macron 6022 мы протестировали и на данный момент у нас открывается перспектива похода ниже в район следующих не отработанных часовиков это 5838 и 5732 на данный момент если дадут эти часовики соответственно у нас может быть завершена коррекция внутри восходящего движения и посмотрим там дальше уже что будет происходить на жду именно вот после этого завершения коррекция что мы протестируем нижнюю трендовую линию восходящего дневного канала и только после этого мы сможем продолжить движение наверх в район средней линии канала это 6400 и выше и далее открывается перспектива походу наверх в район 7300 и выше пока собираем часовики которые дают это 5838 5732 и еще один 5604 это ближайшие часы те которые находятся в границах восходящего дневного канала далее сегодня был сформирован новый часовой уровень по акциям детский мир 115 56 это новый часовик на который следует обратить внимание при выставлении заявок то есть если ранее вы выставляли заявку ближайшую на 114 36 то сейчас необходимо откорректировать либо добавить новую заявку на ты на 115 56 на текущий момент мы торгуемся среднесрочном восходящем тренде дневная поддержка сохраняется на отметке 10902 на которой можно будет добирать 20 процентов от планируемого объема позиции если же мы начнем рост уже с этих где-то текущих уровней то у нас открывается перспектива наверх в район верхней трендовой линии восходящего дневного канала 149 и выше сегодня также были изменения по акции мосбиржа был сформирован новый часовой уровень 148 82 и мы видим что поскольку мы находимся у верхней трендовой линии восходящего канала то мы отбившись от этой верхней трендовой можем продолжить техническую коррекцию вплоть до средней линии восходящего дневного канала в результате этого вот эти часовики 148 82 145 11 на этой неделе я предлагаю к рассмотрению к покупкам только тем подписчикам которые только начинают набирать эту бумагу в долгосрок те же кто ранее уже на более низких значениях в районе 116 уже успели сформировать часовые позиции то сейчас можно увеличивать долю в портфеле только в случае теста дневного уровня 129 переходим дальше сегодня был сформирован новый часовой уровень по акциям а уроса 74 54 и в результате этого если вдруг мы увидим на этой неделе какое-то коррекционное движение по данному эмитенту то у нас актуальными для покупок являются часовики 74 54 71 20 и 70 64 если это снижение будет то его я рассматриваю исключительно как коррекционное движение внутри среднесрочного восходящего тренда поскольку мы торгуемся выше дневной поддержки которая находится на отметке 61 83 ближайшая цель по росту данной бумаги я вижу в районе верхней трендовой линии дневного канала 88 с половиной и выше и наломка по данному эмитенту несмотря на то что мы уже торгуемся в зоне перекупленности и тестируем верхнюю трендовую линию нисходящего дневного канала тем не менее и происходит попытки повторного теста данных уровней то есть верхней трендовой линии и в результате этого сегодня был сформирован новый часовой уровень покупок 166 98 который я предлагаю к покупкам только тем подписчикам которые только начинают набирать позиции по данному эмитенту те же кто ранее уже набирали часовики я предлагаю и рекомендую дожидаться теста дневного уровня 133 40 который теоретически может быть протестирован поскольку мы сейчас тестируем верхнюю трендовую линию и по технике должны дальше уже стремиться протестировать нижнюю трендовую линию дневного канала то есть достаточно низко мы можем сходить ну как минимум вот к этим уровнем 133 40 вполне есть такая перспектива что мы можем этот уровень протестировать поэтому не торопимся с набором позиций по часовикам не превышаем 25 процентов те же кто раньше уже собрали вот эти 25 процентов ждем теста дневных уровней далее афк-система по афк-система также мы видим что цена торгуется в зоне перекупленности тестируем верхнюю трендовую линию дневного канала но тем не менее в результате повторного перехая вот этой средней верхней трендовой линии получается теста мы сегодня сформировали новый часовой уровень покупок 2332 который я рекомендую набирать также новым подписчикам которые еще только начинают стартовать по набору в данной позиции и ниже у нас также есть ранее не отработаны часовой уровень 19762 в целом бумага сейчас может немного откорректироваться поскольку мы протестировали среднюю линию восходящего дневного канала после теста средней линии мы можем сделать какой-то откат и в последующем уже рассчитывать на рост в район верхней трендовой линии восходящего дневного канала 27 813 и выше следующая акция нашего обзора это мараиска волги сегодня по ней мы увидели достаточно неплохой рост и в результате этого роста сегодня мы закрепились выше верхней сейчас увеличим выше верхней границы нисходящего конверта и сформировали дневной уровень покупок то есть ранее сформированный часовик 006715 сегодня перешел в статус дневного уровня и на этом уровне у нас можно будет покупать 20 процентов от планируемого объема позиции далее по нашей стратегии которую я публикую на канале в случае формирования дневного уровня если у нас ниже него остаются ранее сформированные не отработанные часовые уровни они подлежат удалению поэтому сейчас на графике эти три уровня часовых которые раньше были сформированы не отработаны я удаляю в таблице торгового плана вот эти три часа века которые нужно будет удалить я выделяю черным цветом обратите на это внимание на вот этому вновь сформированном дневном уровне 006715 можно покупать 20 процентов от планируемого объема позиция по-прежнему торгуемся в нисходящем тренде но тем не менее вот эти дневные уровни они по системе являются достаточно сильными поэтому упускать их из виду нельзя нужно нефти обязательно стараться выкупать поэтому в случае теста дневного уровня 006715 лично я буду добирать позицию в мой портфель несмотря на то что на текущий момент она у меня минусует то есть таким образом я буду пытаться улучшать среднюю цену моего входа по данной позиции и наконец последняя акция нашего сегодняшнего обзора это лента которая не так давно была включена в наш торговый план по данному эмитенту мы сегодня сформировали новый часовой уровень 215 60 и также в перспективе на этой неделе мы можем протестировать еще один уровень 209 80 вот эти два часа века ближайших необходимо учитывать при выставлении заявок и следует отметить что мы сейчас в зоне перекупленности поскольку не так давно отбились от нижней тренд от верхней трендовой линии дневного канала и сейчас цена в принципе по технике должна протестировать среднюю линию данного канала в район 180 сходить поэтому тест вот этих часовиков очень высоко вероятен заблаговременно выставляйте заявки на вот этих уровнях если вы плане планируете набор по данному эмитенту свой портфель по валютным парам у нас сегодня изменения не было поэтому торговый план на 12 число который был опубликован воскресном обзоре он сохраняет свою силу все часовики и все уровни продаж все там остается актуальным поэтому применяем пока по валютным парам евро рубль и доллар рубль торговый план на 12 октября 2020 года а также торговый план видео обзор на неделю то есть там все ключевые уровни для покупок и продаж они все указаны по валютным парам на этом все всем пока удачи в инвестициях до новых встреч